Узнать, с чего все начиналось, как шаг за шагом развивалась и расцветала твоя малая родина, Развилка. Такую прекрасную возможность предоставила своим читателям местная библиотека. Именно в ее стенах прошла увлекательная встреча с теми, кого без преувеличения можно назвать первостроителями поселка. Анатолий Богданов по праву считается одним из самых первых местных жителей. Несмотря на то, что с тех пор, как он, семилетним мальчишкой, оказался на Развилковской земле уже минуло много лет, Анатолий Васильевич в мельчайших подробностях помнит это знакомство. Мы приехали, нас разгрузили с машины в 49-м году. Значит, две вот эти вот, ну тогда чемоданов не было, вот эти, подеяли, завернуты вещи, ружлы, да-да-да, меня, бабушку, значит, и маму. В 49-м году, вот первый барак только, значит, он еще там достраивался. Ну вот так мы, а теперь мы считаем, вот это вот нам повезло. И вся дальнейшая жизнь Анатолия Богданова, строителя по профессии, неразрывной нитью связана с малой родиной. При его участии возведены учебный комбинат, бассейн, дома 35 и 36. А уже будучи пенсионером, он руководил строительством храма Иосифа Володского в Развилке, храма в селе Мамонове и гимназии при нем. Ну там, где вырос, наверное, твой место надо любить в основном-то. Тем более, если здесь прошла вся твоя жизнь. История поселка началась в 1947 году и связана с сооружением первого магистрального газопровода «Саратов-Москва», который своим внешним видом напоминает Развилку, что, в свою очередь, и дало название уютному уголку в самом ближайшем Подмосковье. Этот и многие другие факты летописи поселка можно было услышать непосредственно из уст первостроителей. Также здесь продемонстрировали кадры небольшого документального фильма, посвященного, конечно же, Развилке. В окружении старинных сел и деревень, бескрайних садов и полей совхоза имени Ленина, на стыке Ташинского шоссе и Московской кольцевой автодороги расположен поселок Развилка. Присутствовала навстречу и глава сельского поселения Развилковская. Марина Комардина обратилась с приветственным словом к тем, кто бережно хранит историю поселка. Уважаемые первостроители, хочу вас поздравить с тем, что поселок, который построен вами, продолжает жить уже в новое время, новой жизнью. И мы стараемся возродить все те традиции, которые были на Развилке. Берем для себя такие обязательства привести Развилку в тот вид замечательный, когда она была и считалась жемчужиной Подмосковья. Жемчужиной Подмосковья называют Развилку и Александра Федоровна Белова. Она начинала свой трудовой путь на строительстве в Ниегаза. Дома 10 и 11 появились в том числе и благодаря ее рукам. Более 60 лет она живет в Развилке. Здесь же обитают и все 15 человек ее большой семьи. Александра Федоровна очень эмоционально признается в чувствах к родному краю. Да вот люблю и все я. И все мои дети любят, и внуки любят. Как ни странно, вот все мы любим Развилку. Для нас Развилка – это родина, именно родина. Почему у меня никто не уехал от детей? Дети и внуки – все здесь. И действительно, целыми поколениями жить и работать на благо своей малой родины – это самое лучшее доказательство любви к ней. Екатерина Коваленко, Владимир Бежонов и Ольга Садовская. Видное ТВ. Видное ТВ.